Праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни, в современной России впервые отметили в Якутии 30 лет назад. А последнюю четверть века его официально празднуют во всей стране. В преддверии Дня Матери глава округа Владимир Волков встретился с матерями, чьи сыновья сейчас находятся на защите рубежей Отечества. Материнство на Руси всегда было символом святости. Женщина-мать дарит миру жизнь, озаряет его добротой и теплом своего сердца. Эти женщины воспитали настоящих героев. Их сыновья встали на защиту Родины. Каждая струна нашего сердца, она с нашими мальчиками. И не только с нашим, с моим сыном, с вашими сыновьями, а с каждым мальчиком, который находится сейчас на зоне действия СВО. Конечно, самое важное сейчас – это молитва. Молитва о наших мальчишках. И о том, чтобы побыстрее все закончилось. Чтобы наступила победа. Долгожданная, нужная. Та победа, которая нужна всем нам. Мы всегда рядом и всегда готовы оказать всю ту помощь, которая от нас необходима. Поэтому Либерецкие знают, что о них здесь думают. Им всегда будет оказана любая помощь. И я думаю, что в дальнейшем мы также вместе будем лениться. По всем нашим вопросам. Поэтому огромное спасибо вам за ваши труды, за вашу работу, за ваше неравнодушие. Муж и сын Елены Бучатской сейчас далеко от дома. Любовь, тепло семьи и поддержка им особенно важны. В октябре 22-го супруг получил повестку. 17 октября мы его попровожали. Сын долго вынашивал эту идею. И в мае принял окончательное решение. Ушел добровольцем, но уже через контракт. И с августа месяца непосредственно находится в зоне. Я люблю своих мужчин сильно. Горжусь, понятно. Гордость, она всегда, она распирает. Очень жду их возвращения только с победой. Победа однозначно будет за нами, потому что наше дело правое. Эти матери сохраняют веру и силу духа. Они – самый надежный тыл. Каждая из них готова помочь российским бойцам и словом, и делом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.